Вот глядя на это, кажется, ну, боже мой, ну, понятно, команда на Олимпиаду. Но какое это может иметь отношение к каким-то там страшным дефектам? К минимальному количеству векторов, которые надо удалить из стандартного базиса, чтобы оставшиеся векторы можно было дополнить до базиса в новой решетке. Жуть какая-то. При чем там система, представите? Ну, сейчас будем на примерах разбираться, потом я попробую произнести общее рассуждение. Ну, вот давайте по кунктам прямо пойдем. В самом начале мы брали двумерное пространство и добавляли вектор 1, 2, 1, 2. n равняется двойке. Ну, правда, пока совершенно непонятно ни что такое k, ни что такое s. Естественно. А вот n равно двойке. Ну, не людей, правда, двое, да? Не два человека, из которых мы команду составим, а две координаты. Вот есть множество из двух координат 1 и 2. Это просто номера координат, давайте так. Номера координат. Ну, а тут сейчас все будет триллиарно, конечно, поэтому не произведет большого впечатления. Тем не менее, давайте сделаем такую штуку. Давайте посмотрим на числитель. На числитель. Ну, здесь это две единички, тут нету что смотреть. Все совершенно понятно, да? Что здесь два штука, триллиарно равное единице. Внимание, товарищи, какие из этих числителей... Дурацкий вопрос совершенно. Какие из этих числителей взаимно просто с двойкой? Все. Все. Нет, гениально. Вот давайте через М1 обозначим множество числителей, которые взаимно просты с числом 2. Ну, вы правильно сказали, это множество состоит из обоих элементов 1 и 2. М1 – это 1 и 2. М1 – это 1 и 2. Ну, смотрите, в знаменателе, кроме двойки, ничего нет, поэтому что еще смотреть? Давайте скажем, что у нас М красивая по определению просто. Это совокупность, которая состоит только из одного множества. Если апеллировать к тем терминам, о которых я говорил перед этим, ну, раз уж только один предмет, мы смотрим только на комбинаторщик, на лучшее. А про геометров, числовиков, у нас нет ни геометров, ни числовиков в этой ситуации. Внимание, друзья, чему равняется Тау-Атэ? Чему равняется Тау от такой совокупности? Она состоит из одного множества, множества вот этого. Лесом. Чему равняется Тау? Что, не знаете? Не знаете. Да я слышу и понимаю, что вы знаете. Я так хочу, чтобы лес рук был. Лес. Это не лес, это одно одинокое деревце посреди пустыни. Конечно, один. Не, ну, если у вас только одна команда, она состоит из двух людей, но возьмите любого из них, он и будет вас представлять в Австралии. В чем проблема-то? Я думаю, что вопрос настолько тривиальный, что вы просто постеснялись руки поднимать. Ну, согласны, что Тау-Атэ равняется единице? Сейчас руки поднимите, что согласны. Поднимите, да? Ну, хорошо. Хорошо. Так, кто помнит, чему равнялся дефект в этой ситуации? Ну, дефект тоже равнался один. Ну, это, конечно, это, конечно, что-то такое непонятное, о чем идет речь. Давайте более интересный пример. Второй. Так. А. Это вектор с координатами. Одна вторая на треть. Это наш второй пример. Такой был второй пример. Так. Н здесь по-прежнему равняется койке, но здесь все хитрее. Видите, здесь есть и два, и три числа. Ну, надо поправить ситуацию. Помните, я приводил к общему знаменателю. Давайте здесь так и сделаем. То есть, напишем три шестых и две шестых. Я все-таки хочу добиться того, чтобы знаменателю был общим. Шестерка. Q равняется шестерке. Q это обозначалось. Вот. Но, при этом, я помню, что у меня уже есть два числа. И двойка, и тройка. Вы, наверное, догадываетесь, чему равняется S в этой задаче. S. Сколько предметов у нас будет? Два. Два. Да, правильно, два. Два. Так, ну, давайте напишем M1. М1, оно будет состоять из тех числителей, из тех числителей, которые взаимно просто с двойкой. Ну, какие у нас числители взаимно просто с двойкой? По-моему, только это. Значит, M1 это отсюда. Это номер числителя, имеется в виду не величина числителя, а номер его. Вот у нас номера координат M2 по-прежнему. M1 это номер той координаты, у которой числитель взаимно просто с двойкой. Номер той координаты, у которой числитель взаимно прост с двойкой. m2, соответственно, это номер множества тех координат, в которых числитель взаимно прост с тройкой. То есть r2 состоит только лишь из элемента 2. Можно писать определение m1, m2 на доске или на слух, понятно? Еще раз, я m1 определял как множество тех номеров координат, на которых вот в этом приведенном к общему знаменателю векторе стоят числители, взаимно простые с двойкой. А m2, это были числители, номера числителей, которые взаимно просты с тройкой. Ну, понятно, что получаются вот такие два множества. Соответственно, совокупность m красивая состоит из m1 и m2. Она уже не совсем дурацкая, но правильные, конечно, 2 надо взять отдельно, товарища 1, отдельно взять товарища 2 и, к сожалению, придется обоим отправить на Олимпиаду. Что я тебе сказал на конференцию, почему-то мне как-то сработало в голове то, что ближе. Так, то есть там m равняется с бойки, но дефект в этом случае тоже равнялся с бойки. Это уже какая-то такая псевдотенденция. Ну, конечно, примерно очень вырожденная вроде, но какая-то тенденция усматривается, не правда ли? Ну, давайте, чтобы у вас как-то вот совсем это отразилось, эта тенденция, надо какие-то, может быть, более интересные примеры посмотреть. У нас же были и многомерные ситуации, но давайте к трехмерному случаю перейдем. Возьмем какие-нибудь там хитрые векторы. Ну, я понимаю, что если взять 1, 2, 1, 3 и 1, 5, то в этом случае сильно интересного ничего не будет. Но давайте все-таки возьмем, потому что, ну, точно так будет понятно, чтобы уж совсем отложилось. Давайте, n равняется 3, множество наше, соответственно, состоит уже из трех человек, трех координатных позиций, трех номеров координатных позиций. Так, m1, а, сейчас мы, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас приведем к общему знаменателю, правильно? Ну, общий знаменатель это 1, какая там, 30-я, да? Значит, у нас будет 30, здесь будет, соответственно, 15. Тут у нас будет тоже 30, и здесь 10, тут тоже 30, и здесь 6. Правильно все? Ася? Нет вопросов. Так, правильно. Вот, снова помним, что у нас есть 3 простых сомножителя, которые в итоге дали нам вот этот знаменатель. Ну, этот знаменатель представляется как 2 на 3 на 5. 3 простых сомножителя. И каждому из этих простых сомножителей мы сопоставляем свое множество отсюда. То есть, m1, это будет множество номеров, координат, у которых в числителе стоят величинки, которые взаимно просто с двойкой. Услеживаете, да? Ну, кто взаимно просто с двойкой, это вот это, и все, конечно, да, и все. Это просто множество, состоящее из одного элемента. Точно так же, m2 будет соответствовать тройке, но опять на тройку делятся, конечно, и первая, и последняя позиции, поэтому m2, это просто 2, и, соответственно, m3 по таким же причинам, это просто 3. m, красивая, теперь уже состоит из трех множеств, m1, m2, m3. И там у от m красивого, очевидно, равняется тройке, потому что множество не пересекается, и из них надо брать по отдельному представителю. Очевидно. Все? Начинаем засыпать от чиликости, я понимаю. Так, там m равняется тройке, то дефект тоже равняется тройке. Это уже случай, когда третий раз... Ну, в общем, на третий раз надо говорить это мастерство. Здесь эта тенденция, когда... Ну, это неинтересный пример. Ну, давайте сейчас какой-нибудь более интересный пример рассмотрим. Пусть будет четырехмерное пространство. Сейчас попробуем четырехмерный случай, что-нибудь такое непонятное измыслить. А вот давайте по-другому начнем. Сначала не очень сложное что-нибудь, а потом посложнее. Скажем, вот так. Одна вторая, одна треть, одна четвертая и одна шестая. Вот какой-нибудь такой векторок возьмем. На самом деле не очень уже понятно, какой ему будет соответствовать дефект. Ну, давайте посчитаем сначала совокупность множеств все-таки, и для нее найдем минимальную систему представителей. А потом обсудим дефект. Ну, во-первых, это, конечно, какой имеет общий знаменатель. Двенадцать, правильно? Значит, шесть двенадцатых. Только следите, я могу набрать, потому что я из головы на ходу придумываю. Четыре двенадцатых, три двенадцатых и две двенадцатых. Вроде бы правильная. А какие у нас вообще... А вот тут очень важно, а что? Простые числа. Давайте смотреть только на простые числа. До сих пор во всех трех предшествующих примерах мы смотрели на простые числа. Вот давайте здесь тоже смотреть на простые числа, которые входят в разложение числа двенадцать. Вы знаете, наверное, что каждое натуральное число можно представить в виде произведения степеней простых чисел? Да. Знаете, трех фактов? Это называется основная теорема арифметики. Что каждое натуральное число можно представить в виде произведения степеней простых чисел. Ну, два это два в первый, три это три в первый, четыре это два в квадрате, пять пять в первый, шесть это три в первый на два в первый. Семь в семь в первый, восемь, два в кубе, ну и так далее. Каждое число можно однозначно представить в виде произведения степеней простых. Вот у нас двенадцать, это есть два в квадрате на три в первой степени. Вот это то, что называется каноническое разложение в теории числа. То, которое гарантируется нам основной теоремой арифметики. Каноническое разложение числа, произведения степеней простых. Какая бы классическая есть теория. Ну и понятно, откуда они взялись у нас действительно в исходных номинациях только двойки, тройки и бы. Ясно, что перемножая эти двойки и тройки мы новых простых чисел не получим. В общем, так, на пальцах все поднимо. Давайте по-прежнему сопоставлять множество только простым числам, которые встречаются в этом каноническом разложении. То есть, внимание, в этой ситуации сколько будет множеств, можно показать рукой. Будет два множества. Победа. Пока не победа, сейчас надо сначала посчитать, что такое М1. По определению, как обычно, М1 это множество номеров, координат, у которых вот в этих числителях, когда мы привели к общему знаменателю, у которых вот в этих числителях стоит число, стоят числа, взаимно простые с двойкой. Ну, как обычно, двойка это первое наше простое число. М1 это множество тех номеров, координат, на которых стоят числа взаимно простые с двойкой. Что бы, по-моему, только 3, да? Да, только 3. Ай-яй-яй, ну только 3, хорошо. Так, n2 – это множество номеров координат, которые взаимно просты с тройкой. Это 2 и 4. Взаимно просты с тройкой, 2 и 4, правильно. 2 и 4. Ну, составим, наверное, совокупность n, красивая, из множества m1, m2. Из множества m1, m2. И посчитаем для нее размер минимальной сопы. Там вот это. Ну, вообще, сопы бывают тут, наверное, разные. Можно составить соп из элементов 3,2. Можно составить соп из элементов 3,4. Но ясно, что меньше двух элементов в соп вы не возьмете. А 2 хватает. Ну, то есть, там на n равняется двойке. Вот, если бы нам еще как-то хотели понять, что дефект тоже равняется двойке. Так, понятно, что дефект при присоединении вот такого вектора хотелось бы, чтобы равнялся двойке. Тогда видим, что уже в таком недревиальном примере дефект опять совпадает с величиной там. Ну, почему дефект равняется двойке? Ну, понятно, что дефект не меньше двойки. Потому что вот эти вот две координаты... А, вот вы можете сказать, да? Ну, давайте. Помножим на 12. Ну, давайте, да. Вот, только, да, вот мы сейчас примолкли. Да, умножим на 12 вектор А, да? Тут есть проблема. Если мы умножаем на 12, то получается целочисленный вектор. И мы этим ничего не портим. Этот просто принадлежит Z4. И от того, что мы так сделали, вроде ничего страшного не произошло. Содержательнее, наверное, все-таки умножить на 2. Содержательнее, наверное, все-таки отдельно умножить на 2 и отдельно умножить на 3. Я так полагаю. Понятно, что дефект никак не меньше двух. Потому что у нас есть две координаты, которые мы сейчас укокошим только так. Ну, что это стоит укокошить? Ну, действительно, давайте умножим на... Все-таки возьмем вектор 2А. У нас получится 1, 2, 3, 1, 2 и 1, 3. А? Получится так? Не вопрос. Так, конечно, получится. Вообще не вопрос. Получится такой вектор. Так. И... Не повезло. Умножаем на 4. Умножаем на 4. Получаем 2, 4, 3, 1 и 2, 3. Ну, просто я еще раз умножил на 2, 2. У меня получилось 4. А вот это уже лучше, потому что у меня идут целые координаты. И тут целые координаты. Я могу взять и из 4А... Ну, 4А прибавить, чтобы оно так было, как у нас всегда писалось. Вектор вот такой. На первой координате минус 2, на второй координате минус 1, на третьей координате минус 1, ну, а на четвертой координате 0. Я думаю, что меня это вполне сейчас устроит. Значит, что у меня получится, если я 4А прибавлю вот такую вот вверху, вот такую точку, да? У меня получится 0 по первой координате, по второй координате у меня получится 1, 3, по третьей координате 0 и по четвертой 2, 3. Нет, ну это вроде понятно. Или уже это не понятно. Нет, я не знаю, понятно ли, зачем я это сделал. Это отдельный вопрос. Но то, что если так сделать, получится так, это вроде бы должно быть понятно. Понятно? Так получилось. Так получилось. Ну, как себе это надо представлять? Конечно, четырехмерное пространство представить трудно. Но что значит, что занулились какие-то две координаты? Вот, знаете, вот такую колючку себе мысленно представляется. Я вам ее сейчас буду показывать. Ну, и где-то есть еще четвертое направление, конечно. Где-то там, в империи, мы его не представляем. Так, четырехмерная колючка. Ну, смотрите на трехмерную. Вот у вас есть две координаты, по которым 0. Вот одна по ней 0 и другая по ней 0. Понимаете, что мы оказались в двумерной плоскости? Если мы занулили две координаты в четырехмерном пространстве. Понимаете, что мы оказались в двумерной плоскости? Или не очень это представляется? Ну, просто. В трехмерном пространстве одну координату взнулили. Вот вам двумерная плоскость. А в четырехмерном пространстве две координаты обнулили. И у вас получилась плоскость, которая соответствует вот этим координатным направлениям. С номером 2 и с номером 4. Такая вот плоскость из второй и четвертой координаты. Успеваете за мысль? Плоскость из второй и четвертой координаты. И вот эта плоскость поймала точку с координатами 1, 3 и 2, 3. Эта плоскость поймала такую точку. Понимаете, что один из векторов Е2 и Е4, вот этому соответствует Е2, вектору, у которого здесь стояла единичка, а вот этот соответствует Е4, четвертое направление. Допустим, вот это второе, а вот это четвертое, а третье где-то там? Вот это второе, а вот это четвертое. Вот в этой плоскости есть, сюда смотрит Е2, сюда смотрит Е4. Е2, Е4, прям как шахта, да? Е2, Е4, да? И вот тут центрировали вот такой точкой с нецелыми координациями. Ну, ясно, что чтобы получить базис в нашей решетке, нам один из этих векторов точно придется удалить. Мы не сможем через эти два вектора выразить точку, которые находятся в центре квадратика, которые ими образованы. Понятно, нет? Ну, как у нас на плоскости был пример. Вот у нас был этот квадратик, здесь координаты единицы, здесь координаты единицы. Мы что-то внутрь добавили. Ясно, что новую решетку нельзя породить, рассматривая оба вот этих векторов в качестве базисных. Мы никак через них не сможем вот этот коротенький вектор выразить. Успеваете? Замосил. Из этих двух мы этот никогда не получим. Вот этот получим, а коротенький нет. В этом суть. Поэтому из двух вот этих векторов ровно один придется удалить. Иначе мы не сделаем базис в нашу решетку. И точно так же сейчас мы возьмем и обнулим, наоборот, вторую и четвертую координаты. Ну, это уж на 6 надо умножить, понятное дело. Давайте 6 умножим на а. У нас получится 3, здесь 2, здесь 6 четвертых, это 3 вторых. И здесь на 6 это единица. Я спорчу вот эту одну координату. Давайте я теперь возьму вот здесь вот сотру. Возьму 6а, прибавлю вектор с координатами минус 3, минус 2, минус 1 и минус 1. У меня получится, конечно же, 0, 0, 1 вторая и 0. Я испортил третье координатное направление. Я точно знаю, что я не могу взять Е3 в качестве элемента моего базиса, потому что если я его возьму, мне через него как-то придется выражать Е3, это вот такой вектор, 0, 0, 1, 0. Мне через него как-то придется с целыми коэффициентами выражать такую штуку. Но это невозможно, нельзя же умножить на целое число такой вектор, чтобы это получилось. Надо на одну вторую умножать, но мы не имеем права. То есть вот это рассуждение показывает, что из моего исходного базиса Е1, Е2, Е3, Е4 я обязан удалить либо вот этого, либо вот этого парня, а вот это рассуждение показывает, что я обязан удалить Е3. То есть я обязан удалить два вектора. Ну как только я их удалю, там все получится. То есть дефект действительно равняется двойке. Дефект действительно равняется двойке. Да, уравняется двойке, дефект равняется двойке. По-прежнему загадыш. Так, вопрос. А, вы подняли руку, чтобы понимать. Поднимите руку, кто понял вот это рассуждение. Ну так, честно. Ну не совсем, да, я понимаю, что люди так. На половину. Вот здесь вот половинка, и поняли на половину. Некоторые смотрели вот сюда и поняли на третьих. А кто-то на две третих. Я всякий раз пытаюсь просто показать, что в некоторой части нашего пространства произошла бяка. Я не могу вот эти два вектора взять в базис одновременно, потому что если я их возьму, вот этот вектор я через них выразить не сумею. А через векторы Е1, Е4 я тем более не сумею, потому что у Е1 вот тут все рули. И на что Е1 не домножать, вы ни за что в жизни одну треть и две трети в этом месте не получите. И у Е3 вот здесь вот единичка, а в этих местах нули. Поэтому Е1, Е3 мне никак не помогут сформировать такой вектор. Его все равно можно только из Е2 и Е4 произвести. Но, как мы выяснили, даже через них обоих такой вектор не производится, поэтому одного из них точно надо удалить и на что-нибудь заменить в нашей решетке. Именно поэтому из базиса приходится удалять и вот этого товарища, и вот одного из этих двоих. И получается, что дефект в точности равен 2, как и величина 2.